Ваше Высокопреподобие и Преподобие, Всечестные Отцы, дорогие братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с Лазаревой Субботой. Сегодня особое чтение из Евангелия апостол Иоанн Богослов передает нам о том, как Спаситель мира воскресил из мертвых своего друга Лазаря. И этим событием начинается самая главная миссия, ради которой пришел Христос на землю. Как сказал Иоанн Претеча, агнец Божий, указывая на Христа, агнец Божий берет на себя грех всего мира для того, чтобы пострадать ради нас. И вот это начало шествия Господа на свои вольные страдания начинается таким важным знаменем. Совсем незадолго до этого, после Фаворского преображения, Господь сказал, что чуть-чуть еще осталось времени, и Сын Божий будет предан в руки человек-грешников и распнут его, и убьют, и в третий день воскреснет. А и совсем не так давно до этого события, воскрешения праведного Лазаря, Христос говорит ученикам, восходим в Иерусалим, где надлежит пострадать Сыну Человеческому. Поэтому мы видим, что Господь совершает все это только по одной любви к нам. И событие сегодняшнего дня, оно очень важно для понимания всего Евангелия. Господь перед тем, как прийти к Лазарю за несколько дней до того, как его положили во гроб, говоря о его болезни и смерти, Он сказал, что эта смерть будет к славе Божьей. Вот если человек не понимает контекста, то он может ужаснуться этим словом. Это как? Смерть — это всегда плохо. Смерть разлучает людей. Смерть вносит состояние отчаяния в жизнь общества. Как же смерть может быть к чьей-то славе? Но мы понимаем контекст и знаем, о чем говорит Христос. Он говорит о том, что Он есть источник жизни. И смерть Лазаря превратится в радость, потому что Я его воскрешу. И в этом мы видим премудрость или спасительный промысл Божий о всех нас. Господь, в отличие от праведников, простых людей, которые совершают добрые дела, Он — сердцеведец и повелитель всей вселенной, Он своим премудрым действием, спасительным действием своей благодати делает не только так, чтобы наказать или обличить зло, показать правду и свет и истину. Он еще мудрее. Он всякое зло, которое происходит на земле, стремится превратить в добро. И совершает это, и делает, потому что Он сильнее всех нас вместе взятых. И Его сила Божественная воскрешает праведного Лазаря. Поэтому это воскресение явилось славой Божьей. Христос обращается к Своему Небесному Отцу. «Отче, и сейчас произойдет очень важное. Я воскрешу Лазаря. Ты всегда меня слышал, потому что я с тобой. Я и есть Ты, мой единый Бог. Но говорю это для тех, кто здесь сейчас стоит у гроба, Четверодневного мертвеца, послушай меня». И через милость Божию Христос обращается с силой туда, в пещеру, где связанный, обмотанный по обычаю иудейскому Лазарь лежал бездыханин. И сила живительная, зиждительная сила Божия возвращает душу в тело, возвращает человека к жизни, и слезы переходят на радость. И говорит замечательные слова Марфа, которые являются исповеданием. Может быть, ради этих слов Христос и разговаривал с ней, чтобы она вновь от лица учеников, как некогда апостол Петр, исповедовала ту веру, с которой они взирали на Господа нашего Иисуса Христа. Она сказала, «Истинно я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, Который пришел нас спасти». Эта вера и открыла возможность Богу воскресить Лазаря, потому что иногда по жестосердию Христос не творил чудес, настолько каменные были сердца людей. Но здесь вера сестер и любовь Спасителя к праведному Лазарю, она, конечно, открывает путь к жизни, и человек воскресает, а Бог радуется, потому что еще одна душа спасена. В эти святые дни я и вам желаю, чтобы мы родили о своей душе, потому что Христос пришел к праведному Лазарю, то есть ему было, что предъявить Господу, и, умирая, он имел много добрых дел, с которыми собирался предстать пред Бога. И мы тоже должны, видя о том, что Бог держит в руках нашу жизнь и смерть, должны творить добрые дела, настраивать себя так, чтобы мы, верующие во Христа, Сына Божьего, который придет во Второе пришествие судить этот мир, чтобы мы ожили нашей душою, чтобы мы были живыми для Бога, чтобы мы сияли в Его божественной славе. А этот свет надо и спросить сейчас, пока мы здесь на земле идем своим житейским путем. Но Христос освящает нам путь жизни. Он наш свет, как и пелось сегодня в церковных песнопениях. Христос, свет и радость, и жизнь наша. Вот в кого мы веруем, вот кого мы любим. Поэтому будем благодарны совершать евангельские дела, совершать заповеди, которые оставил нам Господь в Новом Завете, чтобы мы, может быть, иногда и согрешающие, но верующие в Господа, имели жизнь вечную. Я поздравляю вас с этим праздником, и пусть свет Христовой благодати сияет в вас. Аминь.